Эфир телеканала РПК продолжает программу интервью. Сегодня я напомню марафон Уфимского в стадионе Динамо, где проходит Уфимский международный марафон. Восьмой Уфимский международный марафон. Сейчас в наш разговор подключается рекордсмер книги рекордов Гиннеса. Многократный участник турнира «Самый сильный человек планеты». Ну и не ошибусь, наверное, если скажу, самый сильный человек Машкортостана. Здравствуйте. Добрый день. Ну, тоже не первый год бежите. Насколько для вас важно придерживаться спорта? Потому что, говорят, силачи, ну, все-таки больше силовыми методами занимаются, ежели чем бегом. Ну, здесь несколько факторов. Во-первых, правильно сказали, я спорт. Я люблю многие виды. Легкий атлетик вообще. Мой любимый вид спорта, который я люблю смотреть по телевизору. Но иногда, вот как сегодня, например, да, еще пробегу два километра. Это не та дистанция, которая бы мне какой-то там, если можно сказать, вред нанесла. То есть это в дружной компании, не спеша, но и не совсем как бы шагом, да, я пробегусь. И каждый год я участвую. Для меня это уже, ну, такая традиция. Но вы спортом занимаетесь достаточно давно. Если проследить, ну, так в динамике, да, мы помним, что когда-то у нас население не очень увлекалось спортом. Потом вот таких ивентов стало по стране много. Но сейчас вы видите, насколько все-таки вот в динамике все больше населения занимается спортом, ездить и по регионам. Да, и вы правильно сказали. Сейчас количество людей, занимающихся физкультурой, стало больше. И в том числе благодаря вот этому марафону, который начинал там буквально сотни человек, да, и сейчас уже достигает там 5-6 тысяч человек участников. Это говорит о чем? О том, что сюда приезжают не только уфимцы, да, но и спортсмены, профессиональные в том числе со всех регионов России. И это одни из самых рейтинговых соревнований. И, ну, я тоже пытаюсь своим участием привлечь дополнительное внимание вообще к легкой атлетике. Вообще спорт – это здорово, и не только силовой экстрим. Поэтому динамика есть в положительную сторону, увеличение. Ну, и от вас тогда, ну, некий мотивационный импульс. Почему стоит заниматься спортом тем, кто пока сегодня рассматривает, как у вас будет. Ну, наверное, я бы занимался, но зачем мне это надо? Я, в принципе, и так, может быть, без лишнего веса. Ну, кто-то там подумает, да, но тем не менее от вас услышать. Вот вы знаете, для меня участие в легкой атлетике – это своего рода, я погружаюсь маленько в другую среду, скажем так, выхожу из зоны комфорта привычной. То есть мне привычно поднимать тяжести, где все четко, все ясно для меня. Здесь все-таки я преодолеваю некоторую, как бы, сложность, да, то есть в итоге бежать не так легко с профессионалами. Но участие в таких соревнованиях позволяет обычным людям немножко по-другому взглянуть на себя. Ведь это же не только физкультура, да, это прежде всего общение. Сегодня сюда приехали люди разные, да, люди, которые в обычной жизни, но навряд ли где-то бы встретились. Здесь завязываются деловые отношения. Здесь глядя на коллег по спорту или актеров кино, например, гостей, ты, ну, то есть дает новый толчок. Для меня это несущий мотивации, вот я бы так сказал. То есть в любом случае оно, ну, здесь нужно попробовать. Здесь в качестве рекламы все средства хороши, в том числе приглашение, например, меня. Потому что многие люди, вот я смотрю, меня как летают, хорошо знают. Вот, они тоже, кстати, поднимают тяжести. Таких, как я здесь, немало. Ну, и тогда от вас тоже основные ошибки, которые совершают люди, которые хотят заниматься спортом и берутся, может быть, сразу за какие-то тяжелые тренировки, может, еще что-нибудь. Чего не нужно делать начинающим любителям спорта, бега? Я бы сказал, не нужно сразу стать чемпионом, да? Не нужно сразу пытаться поднять какой-то большой вес. Вот, здесь важно, хорошее настроение здесь важно, чтобы это дело вам нравилось. Даже если утром, без того, чтобы на автомобиле там проехать, то место работы, вы просто пройдете шагом, пройдете там даже, пускай, 500 метров, километр. Это тоже в копилку занятий спортом, и постепенно вы втянетесь. Зачастую человек, не занимающий спортом, считает, что спорт это что-то очень тяжелое, это что-то непреодолимое. На самом деле это все, скажем так, пропаганда, что ли, телевидение, такое имидж создает, потому что вот эти мотивационные ролики там действительно под преодоление. А на самом деле в жизни грань между спортом и физкультурой, она очень небольшая. То есть достаточно, как я уже сказал, какой-то даже бытовый, порой обычные люди бытовых нагрузок испытывают больше, чем на занятиях спортом. Поэтому стоит попробовать. То есть любопытство должно прежде всего человека отбегать. Если у человека есть любопытство, у меня оно есть. Это в этом том, что у него есть шансы перейти на следующий степень выше, выше, выше и добиться каких-то успехов. Ну вот, будем надеяться, что этим мотивационным пульсом воспользуются все. Занимайтесь спортом, бегайте, ну и, соответственно, будете самыми сильными человеками этой планеты. Я благодарю Эльбруса Нигматулина, многократного участника турнира «Самый сильный человек планеты», рекордсмена Книги рекордов Гиннесса, за то, что нашел время и ответил на наш вопрос. Спасибо. Ну и смотрите РБК, будьте в курсе всех событий, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин